Здравствуйте, уважаемые наши слушатели! Спасибо, что задаете актуальные вопросы. Я хочу ответить на несколько вопросов. Сейчас нахожусь в Саудос-Караве, в Мекке. И каждый день молюсь за вас, за наших учеников, за всех наших слушателей, кто читает наши книги, и кто посвящает наши тренинги, и за всех, можно сказать, людей, живших в этом мире, чтобы нам удалось сохранить мир, чтобы мы жили в мире и согласились. Хочу ответить на несколько ваших вопросов. Как стимулировать ребенка к учебе? Это очень важный вопрос, как стимулировать ребенка к учебе. Мы все хотим, чтобы наши дети были умными, мы все хотим, чтобы наши дети были самостоятельными, мы все хотим, чтобы наши дети научились, развивались, знали несколько языков, они были способны, адаптировались в современном мире, Они понимали технологию и так далее. Дорогие мои, если с самого детства ребенка не вызывают интерес к учебу, к самопознанию, к самореализации и так далее, соответственно, в взрослой жизни вряд ли он сразу изменится и так далее. Его надо подготовить к той жизни, которая будет. Это очень хороший вопрос, как стимулировать ребенка к учебе. Я расскажу вам, какие методики я практикую сам. Я делаю три вещи со своими детьми. Первое, что я делаю, я стараюсь обучать своих детей, чтобы у них был план на жизнь. То есть они должны планировать свою жизнь, чтобы у них был конкретный план, чтобы они четко понимали, какие навыки развивают, какие книги изучают, какие языки развивают в себе и так далее. И исходя из план на жизнь, я не говорю, что это будет точный план, но мы раскидаем потихонечку с ней план на жизнь, глядя на его сильную сторону, глядя на его талант, который Богом дано. Например, у меня дочка очень хорошо развита, у нее именно фасадный архитектурный дизайн у нее хорошо получается. И сейчас я по ней план составляю на жизнь, я с ней помогаю ей составить этот план на жизнь, чтобы у нее получилось, то есть получается, моя задача найти в ней эту сильную страну. Я анализировал, видел, что у нее хорошо получается, теперь в этом направлении составляю, помогаю ей план на жизнь составить, чтобы, например, следующие шаги, какие мировые архитектуры надо, чтобы она увидела, путешествия надо, чтобы это все она видела, какие литературы. Я собираю литературу для нее, я нанимаю именно специальных, скажем, следующие шаги, нанимать специальных консультантов или там репетиторов по этому направлению и так далее. То есть, поэтому первая часть, что надо делать, как родители, это я рассказываю вам то, что делаю я. Я изучаю, в чем у ребенка, какие предметы легко удается и в чем его талант Богом дано. И не надо ребенку говорить, иди туда или сюда, иди на налоговиков, или иди на таможню, или иди на экономист, потому что деда там или так, а маркет там или ага, поможет тебе устроиться на работу. Так нельзя делать. Поэтому первое, моя задача найти талант Богом дано ребенка. И я постараюсь это делать. Второе, что я делаю, когда ребенок просит у меня свои какие-то цели, купите папа мне телефон или планшет, или что-то нибудь такое, я просто так ничего не покупаю, ничего не покупаю. Даже если я одеваю ее хорошо, кормлю хорошо, но просто так я не покупаю те вещи, которые они начинают говорить мне в планшете, телефоне, наушники и так далее. Я говорю, это надо заслужить, и это надо зарабатывать. По моим терминологиям, это надо зарабатывать самому. Что это означает? То, что ты мечтаешь, ты должен его зарабатывать. А как я это делаю? Я тогда оплачиваю за оценки. За каждую пятерку определенные суммы оплачиваю. Начинается от 100 сом, потом 200 сом, есть там 10 долларов и так далее. В зависимости от сложности, уровня и так далее, я оплачиваю. Я оплачиваю на самом деле. Вот старшая дочка уже на колледже учится и так далее. Я даю 100 долларов. И за каждое хорошее достижение и так далее. Я оплачиваю. Почему надо оплатить? Этим что я хочу, чтобы мой ребенок понял? Ребенок поймет, во-первых, что умным быть выгодно. Второе, можно через умом за творческим, талантом, творческим трудом можно зарабатывать и так далее. Это помогает, вдохновляет. Поэтому таким способом я стимулирую. И мотивация у них больше. Например, если моя дочка говорит, купите мне телефон, я говорю, хорошо, без проблем. Давай почитаем сумму телефона и почитаем по нашей раскладке, сколько пятерка тебе надо получать. И еще какие-то там достижения надо достигать. Например, участие в Олимпиаде или получение грамоты и так далее. Потому что я имею в виду этим, что в этом этапе твоей жизни у тебя должны быть какие-то достижения. Для вашего ребенка школьный период это есть время, когда он что-то должен достигать. Например, понимаете, жизнь не меняется. В школе, если он что-то достигает, он почувствует вот это быть лидером, почувствует быть самостоятельным, почувствует быть, что такое достижение. А в реальной жизни то же самое, иметь собственный дом, иметь собственный бизнес, иметь там что-то добиться, это то же самое, это все вместе происходит в нашей жизни. Поэтому, если ваш ребенок в школьные годы это достигает, и в реальной жизни он готов и выходит, поэтому у него должно формат мышления так формироваться. Я так делаю. И я еще оплачиваю, если он какие-то суры Корана изучает. Я оплачиваю, если он какие-то книги прочитает. Я оплачиваю за это. А почему я оплачиваю? Не потому, что якобы это плохая привычка у него. Нет, я хочу, чтобы он научился, что любой достижение, любой навык, который он развивает в себе, в будущем, это превращать можно в доход. Любой вещь. Если даже уметь машину водить, это уже капитал будущего. Если уметь языки знать, это капитал будущего. Если он какую-то программу компьютеру усваивает, я за это оплачиваю. Почему? Потому что я хочу, чтобы мои дети были готовы к той реальной жизни, которая завтра будет. Я делюсь с вами о том, как я делаю, но я не говорю вам, что это самый идеальный путь. Может быть, вы найдете еще лучший путь. Но я так делаю. Третья вещь. Третья вещь, чтобы стимулировать ребенка, чтобы он лучше учился и так далее. Надо ребенка отдавать в ту школу, где там дети, которые хотят учиться, хотят быть чемпионами, хотят быть успешными и так далее. Это что? Среда. Создавать надо среда. Надо анализировать его друзей, среди его друзей, подруги и так далее. Кто это они? Если видеть, что ваш ребенок ходит в школу, где все понтуют там, не знаю, украшениями, телефонами, там, какие-то там одеждами и так далее. Или есть дети, которые, можно сказать, начали гордиться своими достижениями и так далее. Ваша задача, как родители, найти место, найти среду, найти школу, где там есть дети, которые хотят учиться, хотят что-то добиться. А у них внутри рвение есть, прямо рвение. Если ваш ребенок будет в этой среде, и вы за каждый его талант оплачиваете, за каждое его достижение, навык оплачиваете, если вы помогаете ему найти его сильную сторону, я могу из своего опыта, который за 22-23 года накопил работать с людьми, могу уверенно сказать, ваш ребенок очень-очень станет умными, самостоятельными, лидерами, он начнет учиться очень хорошо. Нужно ли покупать телефон ребенку, которому с первого до пятого класса, значит, в этом возрасте, нужно ли купить телефон ребенку, если он учится с первого по пятый класс, то значит, несколько у вас детей, и вы спрашиваете, купит ли кому-то из них телефон или нет. Я скажу вам вот что. Дорогие мои, одновременно я могу сказать, что да, почему? Потому что через телефон он может быстро усваивать языки, он может иметь связь с внешним миром, с интернетом и так далее. Но с другой стороны, могу сказать нет, потому что если вы его не контролируете, соответственно, будут много проблем. Вы покупаете ребенку телефон с целью, чтобы он развал свой язык, развал, больше пробел информацию, больше понимался этого мира и так далее, чтобы у него глаза открывались, а чтобы у него глаза открывались, да, купите его телефон. Но скачаете вы его телефон в специальной программе для родителей. Специальная программа для родителей, которая позволяет вам контролировать, например, контролировать географию. Вы вносите адрес его школы, если ребенок из этой школы выходил и так далее, к вашим телефонам придет автоматический сигнал. Видите, в таком случае телефон вам помогает, чтобы вы контролировали, чтобы ребенок не уходил из школы или куда-то. Это первый момент. Второе. Вы через эту программу можете всегда видеть, что смотрит ваш ребенок, на что, то есть, какие программы смотрят, какие там игры играют или что он делает в телефоне. Через эту программу вы контролируете его даже на расстоянии. Если даже вас нет, вы можете смотреть, что он делает, что он смотрит, отключить телефон автоматически, когда видят, что он ненужные вещи смотрит и так далее. И вы оставляете ему только тот момент, когда он будет телефон использовать для полезной цели, для достижения своей цели, чтобы чему-то новому научиться. Но для игры тоже дайте время ребенку. То есть, я хочу сказать, что для игры надо давать ребенку определенное время, но не больше. Почему? Чтобы у него появилось понимание дисциплины, понимание приоритетов. Сначала учеба, сначала нужные вещи, а потом определенное время для игры и так далее. Поверьте моим словам, если вы не контролируете время своего ребенка, могу уверенно сказать, что он большее количество своего времени просто будет потратить на бесполезные вещи, на игра и болтовня, и болтовня с соцсетами друзьями и так далее, и так далее. Поэтому нужно, чтобы ваш ребенок был современным. Вы же не хотите, чтобы ваш ребенок был оставшийся от своих коллег, от своих одноклассников. Поэтому надо купить ему телефон, но контролировать. Но еще одну важную вещь скажу вам. Сейчас время такое. Сейчас время такое. Время такое, что вы хотите, не хотите, надо стать технологичным. А теперь, то, что вы отдаете в руках ребенка, вы должны лучше разобраться в нем. Вы должны очень хорошо понимать в телефоне, в технике, в компьютере до того, когда дают ребенку. Если вы говорите, ой, я не понимаю телефон, я не знаю, как это контролировать, я не знаю, как скачать программу, чтобы контролировать ребенка и так далее, тогда не делайте этого, пока сами не научитесь, потому что вы должны лучше разбирать, чем ваш ребенок, поверьте моим словам. Если ваш ребенок начинает читать какую-то книгу, вы должны понимать эту книгу. Если ваш ребенок ходит в какие-то курсы, вы должны сообразить и понять из этого курса. Поэтому своих детей отдавайте только в тех местах, в тех курсах, в тех программах, где вы понимаете итоги, чему они учатся и так далее. Поэтому, если это касается телефона, вы должны в телефоне, в технологии лучше разбираться до того, когда это даете в руках ребенка. Хорошо? Тогда вы будете его помогать, чтобы он эту технологию использовал на пользу и стал лучшим. Иначе, если вы не разбираете, вы не понимаете телефон, не понимаете, не разбираетесь в нем, соответственно, он будет это использовать, нагреть себя. Не потому, что он этого хочет, а потому, что он ребенок. Поэтому он неосознанно это будет делать. Желаю вам успехов. Пишите комментарии, как вы думаете. Это мой совет, мое предложение, и я так делаю со своими детьми. Как построить доверительные отношения родителей со взрослым ребенком? Очень хороший вопрос, очень-очень хороший вопрос, очень актуальный вопрос на данный момент. Знаете, дети всегда чувствуют, когда вы доверяете им. Дети всегда ощущают, дети всегда чувствуют, когда вы верите им или когда вы не верите им. И так далее. Поэтому верить своим детям, это очень хорошо. Очень хорошо. Всегда говорите ребенку, я доверяю тебе. Я доверяю тебе, потому что я тебя люблю. Я верю в тебе, все то, что ты говоришь. Даже если ваш ребенок ошибся, все равно вы должны верить им. Если ваш ребенок даже иногда упущение делал, вы должны верить им. Вы должны сказать, что сном, жизнь еще у тебя все впереди. Поэтому я хочу тебе верить. Я хочу сохранить свою веру в тебе. Если видишь, что он один раз, два раз, три раз обманывает вас или там подводит вас, тогда вы должны с ним посидеть, придумать меры наказания и так далее. А это как делится? В прошлый раз ты обещал, я тебе верил. А что мне делать, если в следующий раз ты мне подводишь? Мы это называем метод гамбургера или метод бургера и так далее. То есть это что означает? Это мы говорим так. Скажи мне, пожалуйста, какое наказание ты предлагаешь мне для тебя создавать? Например, лишать тебя каким-то бонусом или неделю тебе недоступен телефон, или ты неделю не ходишь на игра или что-то. Он должен какой-то потери пережить. Человек должен что-то потери пережить, чтобы понимать, что в взрослой жизни его ожидает это. Например, если в взрослой жизни он подводит партнера, он потеряет партнера. Если подводит семью, он потеряет семью. Если он подводит друзей, он потеряет друзей и так далее. Если он неосознанный и неответственный, безответственно реагирует, он потеряет деньги и так далее. Он должен это почувствовать. Поэтому в таком возрасте вы должны ему сказать, скажи, пожалуйста, какое меры наказания мне для тебя придумать? Давай вместе. Предлагай сам. Пусть он сам предлагает. Что именно? Когда ребенок сам предлагает выделять это, он начинает понимать, что ему невыгодно быть безответственным и так далее. И вы постоянно укрепляете, заканчиваете разговор с ним о том, что я очень хочу укрепить свое доверие к тебе, потому что я тебя люблю. Я тебе доверяю, я тебя люблю. Вы должны строить вот таком отношении с ним, вот таком. А чтобы с взрослым ребенком доверительное отношение усиливалось, вместе с ребенком что-то надо делать. Например, вместе с ним надо ходить на спорт, на хоккей, там не знаю, теннис или футболь, или там не знаю, вот такие, где командная игра. Большой теннис, маленький теннис. Как команда, понимаете? Вместе с ним надо сходить. Какие-то там мероприятия, которые участвуют. Возможно, ваш ребенок участвует в музыкальной группе или какие-то там спортивные занятия. Участвуйте в его. Участвуйте в его жизни. Будьте с ним. Посмотрите его достижения, что он делает. Ходите в школу, где он учится. Посидите на его уроках, побудьте. Я вам привезу два примера, и сразу поймете. Два примера. Это два кисти. Один из моего сына. Мой сын уже взрослый, 9 класс учится. И дочка, которая тоже уже 10 класс учится. И вот я скажу два примера, сразу вы поймете. Когда мои дети поехали в Малайзию, моя дочка, 3 года назад, я помню, языка не знала, ей было очень тяжело. Она здесь была лидером в школе, а когда она туда попала, никого не знает, подруги нет, ничего нет и так далее. Первые трое месяц почти как на троечнице стало. И она, я приезжал, я приехал в Новый год, я смотрю, она очень-очень подавленная, сломана духом, она очень неуверенная. Я взял ее с собой, и мы полетели к острову Бали, это с Малайзии, и потом посидели, поработали с ней каждый день по полчаса в час, играть в теннис, общаясь, покушаем, разговаривая и так далее. Я объяснил ей, как убрать эту психологическую баррель, и как стать отличником, и почему надо ей в дальний момент пережить вот это перемение и так далее. Что это дает ей в будущем, насколько это важно. Я ей просто рассказал мою историю, как приехали из Таджикистана, села в Москве и так далее. Как мне было трудно попасть в новую страну, когда языка не знали и так далее. Но зато, преодолев этого, передо мной открывались огромные возможности и так далее. И моя задача была помочь ребенку, чтобы его фокус был, можно сказать, на выгоду, на перспективу, а не на то, как ее сейчас тяжело, почему у нее нет подруги, как ей трудно и так далее. И она мне говорит, например, она говорит, пап, я же везде отличница была, сейчас я только тройки получаю, мне очень тяжело. У меня нет подруги, смотри, оценки низкие, подруги нету. Она говорит, мне ставили капитан команда, мы проиграли, все уходили, и никто не хочет со мной быть в моем команде и так далее. Я начал ей с ней по телефону дальше работать, по телефону постоянно дальше начал работать, постоянно с ней по телефону. И что это дало? Это дало очень крутой результат. И второй полугодие, смотри, первые полугодие такие трудности, вторые полугодие что было? Вторые полугодие в школе всего троих, три человека вознаградили, как лучшие по математике и по нескольку предметов. Одна из них была моя дочка. Мне написала от школы письмо, что вы должны гордиться, что у вас есть такой ребенок, потому что она такая умница, такая и так далее, и так далее, и так далее. Олимпиадах участвовала. Уже она второй половины года, и она была одна из лучших. И я постоянно с ней был на связи, она мне говорит, пап, ко мне возвращаются все ребята, которые ушли из моей команды. Я снова меня стали капитаном. Мне брать их обратно или нет? Я сказал, бери, доченька, бери, создай свою команду сильную и продвигайся, развивайся. И, алхамдулла, очень хорошо получилось у меня. Второй пример моего сына. В этом году мой сын учится у меня в школе, где моя школа, где Оксфорд, Куджанди. И я пошел туда, и вдруг я узнал, что он начинает получать четверки, некоторые принимают, даже очень слабее стали и так далее. И мне говорят, год назад он хорошо учится, а сейчас как-то славно. Я начал с ним работать, я начал с ним работать. Просто уходил в школу, узнавал все, как, что, чего и так. Я начал с ним работать, я начал посмотреть его оценки и так далее, и так далее. За месяц ребенок очень изменился кардинално. Теперь учителя мне звонят, все звонят, говорят, знаете, как будто другой человек. Вот странным образом как будто другой человек. Почему? Потому что я ему объяснил будущее, что ожидать его, если сейчас он хорошо воспитанный растет или хорошо учится. А если нет, вот так и мы почти еженедельно обсуждаем с ним его рост, его успех и так далее. Я его записал на разные тренировки, на немалых разных репетиторов и так далее. Сейчас он занимается очень хорошо, и у него очень хорошо получается все, алхамдулло. У него сейчас он занимается, работает над собой, у него очень большие достижения и большие успехи. Очень хорошо у него получается сейчас, алхамдулло. Вот такие дела. Так что, чтобы создавать доверительное отношение к своему ребенку, вы должны ему говорить, вы должны его заметить. Дети очень хотят, чтобы вы заметили успех, дети очень хотят, чтобы вы подчеркивали их достижения и вознаградили их. И вот таким способом вы отношения строите. Говорите им об этом, участвуйте в их жизни, просто участвуйте в их жизни, когда результат будут обязательно обрадовать вас. Пишите комментарии в своем мнении, направьте это видео тем, кто нуждается для этого совета. Спасибо вам.